Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем рассказывать вам об Иоанновской семье, которая объединяет множество приходов в нашей стране, а также за рубежом, которые носят имя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. И не только приходов, но и других организаций. У Иоанновской семьи проходит множество различных мероприятий. Об одном из них нам расскажет Андрей Смирнов, председатель благотворительного фонда «Иоанновская семья». Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Марина! Расскажите, пожалуйста, что за мероприятие было летом уходящего года, ушедшего уже? 14 июня 2017 года, в день прославления Стоуправедного Иоанна Кронштадтского в Лике Святых, мы проводили общегородской праздник Иоанна Кронштадтского и небесного покровителя Санкт-Петербурга. Ну вот, как следует из самого названия, мы хотели послать сообщение всем жителям Петербурга и гостям города о том, что молитва – это самый эффективный способ воздействия на реальность, и что у города есть небесный покровитель батюшка Иоанна Кронштадтского, непосредственно здесь служивший 53 года. И великий чудотворец – один из величайших русских святых. Мы сделали в форме автомобильного крестного ухода из Санкт-Петербурга в Кронштадт это мероприятие, потому что оно было необычным и привлекло большое внимание, в частности, федеральных телеканалов, и таким образом охват аудитории был достаточно большим. Людям очень понравилось. На первый раз у нас в крестном уходе в автомобильном участвовало порядка 30 автомобилей по просьбе власти, хотя можно было и стоить 200-500. Прихожан достаточно, чтобы выразивших желание участвовать в нашем мероприятии было много, но решили на первый раз ограничиться небольшим числом, проверить, опробировать, понять все сложности и сделать этот автомобильный крестный уход традиционным. А сложности были? Ну, сложности масса, конечно. Любая история с дорожным движением сейчас является довольно трудной. Плюс добавились новые антитеррористические требования, потому что после событий в Европе, когда на людей наезжали грузовики, нам, например, предписали во время пешего крестного ухода в самом Кронштадте закрыть все абсолютно проезды при помощи грузового транспорта. Ну, нужно, соответственно, было найти этот транспорт и все это сделать. То есть это мероприятие было довольно сложным в точке зрения организации, хотя оно и было не первым из тех, что мы проводим. Но люди откликнулись, все понравилось, и по молитвам батюшки Анны Кронштадтского хватило абсолютно всем мест в наших автобусах и автомобилях. Я, насколько понимаю, вы хотите, чтобы такой крестный ход стал традиционным, это так? Да, безусловно. Мы хотим, чтобы такой крестный ход или какие-то события 14 июня, вообще городской праздник с названием «Анкронштадтский небесный покоритель Санкт-Петербурга» проходили регулярно и напоминали. Жителям нашего прекрасного города о том, что есть такой великий святой, которому можно и нужно молиться, и он помогает. А сколько километров, получается, проехали участники этого автомобильного крестного? 47 километров от Иоанновского монастыря на Карповке, на Петроградской стороне Петербурга, до Никольского морского собора в Кронштадте. Ну и, соответственно, после этого был примерно полуторакилометровый пеший крестный ход от Никольского собора к собору Владимирской иконы Божьей Матери. Там была общая трапеза. Всем очень понравилось, и мы надеемся, что у нас получится повторить это. Хотя не факт, что получится в этом году, потому что в этом году, в этот же день, начинается чемпионат мира по футболу в России. Но в следующие годы будем стараться. Зато останется много времени на подготовку. Да. Ну что ж, спасибо большое. Надеюсь, что действительно крестный ход состоится, и мы тоже примем в нем участие. Благодарю вас. Мы с вами не прощаемся. Это «Союз онлайн» Марина Ланская и Олег Рождественский. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok